Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю стоматологический центр, организованный полтора года назад на базе НИИ онкологии Петрова. В течение года мы долго пытались прижиться в этом институте, и поэтому глубокого опыта общения с онкологическим пациентом в течение года первого не было. Но когда мы доказали свое право на существование, в ближайшие полгода мы уже стали более плотно общаться с такими пациентами. В двух словах о том, чем же мы занимаемся и с кем нам приходится сталкиваться. В основном мы сталкиваемся с пациентами, которые либо уже лечатся у онкологов, либо эти пациенты ждут лечения у онкологов, либо они уже получили какие-то проблемы и приходят к нам в процессе лечения. Основные проблемы, на мой взгляд, которые есть... Основные проблемы, которые, как мне кажется, с которыми мы сталкиваемся в онкологическом приеме, это в первую очередь отсутствие информированности пациента. Пациент, попав к онкологу, естественно, у него доминанта одна. Это его онкологическое здоровье. И, собственно говоря, остальные проблемы, какие-то другие хронические заболевания, его мало беспокоят. Он не обращает уже на них внимания. На самом деле, да, можно сказать, что какие-то другие хронические заболевания у пациента, они, скажем так, тоже могут оказать, скажем так, проявить себя в процессе онкологического лечения. Но такой распространенности, как стоматологические хронические инфекционные заболевания, именно в стоматологии это встречается практически у каждого второго, если не более. Потом приведу вам пример. Пациентка была направлена на осмотр к стоматологу перед химиотерапевтическим лечением. Доктор абсолютно правильно сделал, что направил, рассказав ей про риски, связанные с возникновением мукозитов и так далее. Пациентке была сделана ортопантомограмма, на которой выявили, кроме того, что есть кариозные процессы, выявлено было еще следующее. Раз. Хронический очаг инфекции. Два. Зубодесневой карман под протезом, который стоит давно. Три. Гранулемы. Еще одни гранулемы. Еще одни. Здесь, в принципе, можно было всю ортопантомограмму кружочками засеять, на самом деле, потому что воспалительных процессов в полусертах, хронических, не проявивших себя еще пока никак, достаточно много. Это было в прошедшую пятницу. Пациентка проинформирована, но она не особо придала этому всему значение. Был пролечен банальный какой-то кариес или что-то в этом духе. В понедельник она приходит с отеком. Заметьте, еще лечение у онкологов даже не началось еще. Она приходит с отеком, потому что она где-то застудилась немного. И она жалуется, говорит, вы знаете, вот я полечилась пятницу, и вот почему-то я отекла. Она приходит, собственно говоря, с жалобой на моего доктора. Я открываю ортопантомограмму и вижу вот эту всю картину. Причем доктора планировали начало химиотерапевтического лечения в среду. После того, как ей был проведен послабляющий разрез, был получен гной. Был обнаружен дополнительный канал в нижнем четвертом зубе. Был депульпирован соседний зуб. Поставлены антисептики. Назначены антибиотики. И после проведенного лечения, вот я буквально вчера, по-моему, ее видел, она, кажется, себя лучше уже чувствует. И она уже подумывает на то, чтобы пойти на химиотерапевтическое лечение. Но, к сожалению, нет никакой гарантии, что даже после курса антибиотиков, что эта ситуация у нее не повторится. И это всего-навсего один пациент, а таких пациентов, к сожалению, очень много. А учитывая, что в наш институт приезжают люди из регионов, ситуация, к сожалению, в регионах обстоит еще хуже. Если здесь мы, по крайней мере, видим какое-то ортопедическое лечение, да, тут можно придраться к качеству его и так далее, да. Но видно, по крайней мере, что человек занимался собой. И тем не менее, как видите, проблемы есть. К тому же проблемы с возникновением гранулем и кист плотно связаны, на мой взгляд, с иммунитетом человека. Потому что есть ситуации, когда доктор идеально пролечил полусерта, тем не менее, у пациента кругом кисты. И наоборот, скажем так, каналы не лечены и так далее. И никаких изменений воспалительных мы не видим. Так вот, неполная информирующая пациента состоит в том, что, во-первых, к сожалению, у нас отсутствует стоматологическая диспансеризация населения. Соответственно, никто не выявляет какие-то проблемы у пациентов, скажем так, раньше, чем они не проявят себя. Во-вторых, пациенты не в курсе, насколько опасно может быть проявление каких-либо воспалений, стоматологических воспалений при лечении у онколога, либо недооценивают эти риски. Ну, низкая культура здоровья у пациентов, по-моему, характерна для России. И отсутствие рекламы здорового образа жизни также. Сейчас я покажу вам еще одну пациентку. С чем мы, опять-таки, сталкиваемся? Здесь я, скажем так, благодарен доктору за то, что он проявил настороженность онкологическую. У пациентки планировалось фортизирование, в том числе с имплантацией. И после того, как была сделана компьютерная томограмма, в области 37-го зуба была обнаружена вот такая красота. Доктор заподозрил остеому и направил ко мне пациентку вместе с томограммой. На томограмме, здесь, к сожалению, нет этого скриншота, еще одного, на томограмме я еще обнаружил корни другого зуба, которые благополучно были помещены в гайморовую пазуху. Что натолкнуло меня на мысль, так как это все-таки творение одного специалиста-хирурга, меня натолкнуло на мысль, что, скорее всего, конечно, это просто оставленные корни. Собственно говоря, что было сделано пациентке, этот участок был аккуратно удален. И так как я практически не сомневался, что это корни, я максимально сохранил кортикальную пластинку для того, чтобы доктор потом мог спокойно поставить туда имплантаты. И этот фрагмент отправил на гистологию. Собственно говоря, гистология доказала мои предположения. Вот еще одна пациентка. Это все, я говорю к слову о том, что пациенты не подготовлены к онкологическому лечению, и проблемы, которые у них могут возникнуть, к сожалению, могут быть для них даже фатальными. Пациентка обратилась по поводу того, что у нее болевой синдром, запах изо рта, видимая, не заживающая после удаления рана, ну и общий дискомфорт полости рта. Обратите внимание, во-первых, в той же, это слева, эта проблема была слева именно. В этой же области, обратите внимание, зубский стой раз. Здесь зубы удаленные два месяца назад, без всяких клинических проявлений на сегодняшний день, там все хорошо, и в этой области незаживающая рана. Ну, вначале я думал, что это просто альвеолит, вялотекущий, но потом выяснилось, что пациентка принимает бифосфонаты, причем уже достаточно длительно, более уже полугода. Был сделан керитаж, то, что извлечено из лунки, также отправлено на гистологию, на сегодняшний день там онкологии не выявлено. Но, тем не менее, рана не заживает, даже после того, как она была ушита, были назначены, опять-таки, антибиотики. Здесь еще имелась такая сложность, что слизистая с язычной стороны у нее очень тонкая, и после того, даже когда края раны были сведены, я подозреваю, что все-таки в процессе приема пищи она нарушала прилегание слизистой. На сегодняшний день объем раневой поверхности уменьшился значительно после того, как я сделал керитаж и ушил все. Но, тем не менее, еще остается участок, который до сих пор не заживает. Онкологи откречиваются, говорят, не их проблема. Соответственно, нужно будет как-то эту проблему решать. Признаков некроза бифосфонатного я здесь не вижу, поэтому сейчас мы будем с этой проблемой разбираться. Я подозреваю, что, скорее всего, да, сейчас она находится на лечении. Нет, еще пока. Ну, в общем, есть такое подозрение, да. А что морфологи дали, извините, пожалуйста? Что? Морфологи что дали, чтобы спорно решить? Некроз или... Морфологи сказали, там грануляционные ткани более ничего. Понимаете, вот... Но на самом деле, вот это проблема. Я еще даже до конца не знаю, как ее решить. Так, может быть, после доклада мы вопросы зададим и подискутируем, а? Да, да, да. А не по ходу. Так вот, вернемся к проблемам, с которыми мы сталкиваемся на статологическом приеме. Это в том числе и диагностические проблемы, да. Это то, о чем я сейчас говорил. Психологические проблемы пациента... Я приведу вам такой пример. У нас была пациентка, которая наблюдалась по поводу... У нее стоял спорный вопрос саркома или миомоматки. И, собственно говоря, до оперативного лечения она пришла, сказала, сделайте мне съемные протезы, мне жить осталось два дня. Все. Больше ничего не хочу. После того, как была проведена гистология и выявлена миомоматки, да, она заимплантировалась по полной программе и радостная и счастливая ушла с зубами. Поэтому с такими пациентами достаточно сложно работать, так как они не верят в себя в первую очередь. Также проблема, про которую я сейчас сказал, это длительный прием бифосфонатов и лединосумаба, которые нам усложняют историю с имплантацией. Да, и отсутствие преемственности между разными специалистами. Доктор, который назначал химиотерапию пациентке, которую я бы показал, он и не мог бы даже предполагать, что у этой пациентки пойдут воспалительные процессы, которые могут, в принципе, скажем так, либо отсрочить, либо нарушить его планы. С чем мы еще сталкиваемся? Как до, так и после лечения бифосфонатами или при применении лучевой терапии мы сталкиваемся с множественным кариесом. Причем он такой кариес, который мы видим, я честно скажу, я на обычном приеме, пока я не стал работать в ней онкологии, я даже, наверное, не встречал. Или встречал, но крайне редко. У пациентки кариозная полость располагается даже не рядом с поставленной пломбой, она располагается еще глубже, причем там нет даже зубодесневого кармана или еще каких-то, скажем так, предпосылок к его возникновению. И тем не менее, кариес практически на уровне кости. Я так подозреваю, что причина вся в том, что, опять-таки, не была проведена адекватная санация, потому что здесь же, в этой же области, мы видим контактный кариес и так далее. Наклонившийся зуб после удаления, соответственно, прошло очень много времени и так далее. Что мы можем делать пациентам? Что мы можем делать пациентам? И, в принципе, если онкологи нам это будут позволять делать, то мы можем делать. Мы можем делать даже совершенно спокойное наращивание костной ткани. Да, даже на амбулаторном приеме, несмотря на то, что мы вспомогательное подразделение вне онкологии, тем не менее, у нас достаточно много возможностей. Здесь у пациентки проведен двухсторонний синус-лифтинг. Пациентка полна решимости и очень хочет получить не просто какие-нибудь зубы, а хочет получить именно несъемный протез. Следующий пациент. Пациент с раком предстательной железы. То же самое. Человек очень хотел восстановиться полностью. Причем эта ситуация была, естественно, никак не связана с предстательной железой, но, тем не менее, в какой-то момент он активизировался и решил заняться собой. Собственно говоря, пациенты установлены были вначале на верхней челюсти имплантаты, потом на нижней, отпротезированы его собственные зубы, которые остались. Эту красоту мы ему на память оставили, чтобы он не забывал стоматологов и заглянул как-нибудь удалить. Пациент полностью реабилитирован стоматологически и чувствует себя очень комфортно. Так вот, выводы, которые я сделал, это то, что необходимо взаимодействие врачей с межных специальностей. И сейчас мы очень тесно общаемся с онкологами для того, чтобы планы лечения пациентов как-то корректировать. Необходимо понимание общей проблематики, потому что, к сожалению, стоматологические проблемы могут неожиданно вмешаться в планы онколога и поменять их. Ну и, соответственно, перемены необходимы в подходе к лечению таких больных. В завершение я еще хотел сказать, что в середине прошлого века один американский психолог создал такую пирамиду, Абрахам Маслоу, создал пирамиду Маслоу, пирамида потребностей человека. Как вы видите, на самом нижнем уровне это все то, что нужно просто каждому и необходимо. И чем выше мы поднимаемся по этой пирамиде, тем количество людей в этой зоне потребностей уменьшается. Ситуация с пациентами онкологическими, я проведу просто аналогию с этой пирамидой, ситуация с онкологическими пациентами, она тоже схожа. Кто-то, кто опускает руки, просто хочет уйти без боли. Кто-то хочет излечиться без боли и навсегда. Наверное, все-таки вот эта ниша – это то, за что борются на сегодняшний день онкологи. Так почему бы нам не пойти дальше, восстановить качество жизни? Об этом сегодня много говорили, конечно, но я еще раз повторюсь. Качество жизни, функцию, эстетику. Собственно говоря, если человек будет настроен на это, я думаю, что все лечение пойдет немножко в другом ключе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ